МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Большую паузу. Вновь он у нас в студии. С вашего позволения я представлю сегодняшних гостей, кто ответит на ваши вопросы. Валерия Андреевна Милютина, старший преподаватель кафедры разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов. Валерия Андреевна, вам доброго дня. Также у нас в студии Екатерина Анатольевна Ячменева, старший преподаватель кафедры геофизики. Екатерина Анатольевна, добрый день. И Артур Вилданович Фатахов, тоже старший преподаватель кафедры геофизики. Артур Дутанович, вам тоже добрый день. Что же, правила нашей программы неизменные, у нас есть заготовленные вопросы. Помимо этого, у нас есть абитуриенты, которые прямо сейчас видят нас в прямом эфире. Еще раз поздороваемся, ребята, вам всем большой привет, кто нас сейчас смотрит. И хочу напомнить то, что по ходу нашего прямого эфира ВКонтакте вы можете задавать свои вопросы. Самый интересный из них, самый актуальный, мы обязательно озвучим, и наши спикеры постараются сегодня на них ответить. Прежде чем мы перейдем к основному блоку вопросов, который у нас уже подготовлен, небольшое вводное слово, о чем мы с вами сегодня будем говорить. Пожалуйста, кто начнет. Разрешите, да? Ну, всем добрый день, дорогие абитуриенты. Сейчас полным ходом идет приемная кампания в Институт геологии Казанского федерального университета. Хочется отметить, что возможности ваши здесь очень широки. У нас два направления. Это направление геология и нефтегазовое дело. В каждом направлении выделено несколько профилей, по которым вы можете получить будущую профессию. В геологии это профили геология, геофизика, инженерная геология и геология освоения месторождений нефти и газа. Каждый профиль уникален, интересен по-своему и может отразить какие-то ваши личные качества, запросы на будущее, к профессии и проявить как-то себя. И также у нас есть направление нефтегазовое дело, в котором профиль разработка нефтяных и газовых месторождений. То есть это широкие возможности для абитуриентов в получении новой специальности в Институте геологии нефти и газа. Приемная кампания идет уже до 25 июля. Мы ждем ваших заявлений, которые вы можете подавать дистанционно через сайт университета или же прийти лично в комиссию пообщаться с людьми, кто работает. Это и профессорско-преподавательский состав, и наши студенты, которые из уст пуста передадут атмосферу получаемых профессий и вообще обучения в Институте геологии. Спасибо, Екатерина Анатольевна. Валерия Андреевна, Артур Володанович, есть что добавить к вводному слову? Да. Что касается разработки месторождения углеводородов, у нас кафедра достаточно большая. У нас примерно 60 бюджетных мест. И средний балл у нас 210 по результатам ЕГЭ поступает. Самый максимальный балл 236 был в том году. Хорошо, Артур Володанович. Ну, для меня как вводное слово я могу лишь добавить то, что, знаете, общее ощущение. Я как сам в прошлом студент Института геологии, нефтегазов, технологии Казанского университета, так сейчас сотрудник, я могу просто сказать, что тот опыт, как жизненный, так и профессиональный, который вы получаете в стенах нашего Института, это что-то незабываемое, то, что с вами останется навсегда. Вы будете как востребованы в плане профессиональном своем, так и, как любит говорить наш директор Института, просто счастливыми людьми, если поступите к нам в Институт. Что же, большое спасибо за вводное слово, за вступительное слово. Еще раз напомню, уважаемые бетуренты, вы можете задавать свои вопросы по ходу нашего прямого эфира. Самые интересные, самые значимые мы обязательно зададим нашим спикерам. Пойдем по порядку. Вопрос, который у нас уже есть. Расскажите про направление в вашем Институте поподробнее. Как я уже сказала, у нас два направления. Это геология и нефтегазовое дело. Уделю себе внимание по направлению геологии. Здесь у нас несколько профилей. Профиль геология, геофизика, инженерная геология и геология освоения месторождения нефти и газа. Очень близкие, с одной стороны, а с другой стороны, это разные профессии. Тем не менее, очень востребованы каждая из них на сегодняшний день. Все студенты, которые к нам поступают, профилизацию будут получать на первом курсе. То есть лично выбирать или на конкурсной основе, где они будут учиться, какую получать профессию. Что касается профиля геологии. Это общее знание о строении Земли и о полезных ископаемых, которые у нас вообще в принципе на планете Земля есть. То есть какими методами можно изучать те или иные полезные ископаемые. И быть востребованным специалистом в геологических организациях, как в полевой деятельности, так и в деятельности лабораторного анализа и интерпретации. То есть здесь такой разный профиль деятельности. Инженерная геология – это профессия, связанная с поиском очень важного для нас ресурса – это вода. И строительное изыскание. У нас это очень востребовано. Строительство любых объектов не обходится без инженерной геологии. То есть здесь мы уже ближе становимся к конкретным задачам, к конкретным целям нашим жизненным. Это поиск полезного ресурса воды. Также здесь еще в инженерной геологии есть это и геоэкология, что тоже очень важный на сегодняшний день востребованный момент для любых предприятий, не только добывающих какие-то полезные ископаемые. В геологии освоения висторождений нефти и газа мы уже переходим к конкретному ресурсу, к углеводородам и всевозможным способам изыскания этого полезного ресурса. И работы, которые будут связаны как с работами на местности, с поисками, так и с лабораторным анализом, снятием проб углеводородов и интерпретацией данных, которые получают в полевых условиях. И если вы позволите, передам слово Артуру Вильданочу продолжить про профиль геофизика в направлении геологии. Отдельно про профиль геофизика я могу рассказать именно потому, что сам являюсь сотрудником кафедры геофизики. Поступая на профиль, выбирая точнее профиль геофизика в рамках направления геологии, вы становитесь специалистом, как понятно, из названия профиля геофизиком. И вот есть некое непонимание, недопонимание, может быть, у абитуриентов, а что вообще такое, кто такой геофизик. На самом деле геофизика направление очень широкое. То есть у нас очень большое количество специализаций. Как пример, это геофизические исследования скважин, это сейсморазведка, так называемая магниторазведка, электроразведка, гравиразведка. Но достаточно большое количество различных методов, направленных на, ну, в первую очередь, как бы от этого никуда не деться, на поиски углеводородов. То есть если вы не видите в названии профиля слова углеводороды, это не означает, что мы с ними не работаем. То есть геофизика направлена на поиски в том числе углеводородных залежей. Однако только на углеводородах мы не концентрируем свое внимание. Также специалист геофизик бывает востребован как в строительстве, потому что инженерная геофизика – это тоже одно из направлений, по которому мы работаем. В археологии поиск различных памятников культуры. И также поиск различных других месторождений полезных ископаемых. То есть не ограничиваясь углеводородами, это может быть золото, платина, редкоземельные элементы, та же самая вода. То есть выбирая профиль геофизика, вы становитесь таким специалистом широкого профиля, который в принципе востребован во всех направлениях, связанных тем или иным образом с геологией. Ну и сразу передаю слово по направлению. Продолжу по нефтегазовому делу. У нас направление – это разработка месторождения углеводородов. Здесь мы как раз фокусируемся именно на разработке углеводородов, как легких, так и тяжелых. У нас, значит, обучение проходит 4 года стандартно. При этом студенты имеют полную программу практики летней с выездами на промысел, с посещениями действующих месторождений. Они могут посмотреть, как происходит бурение скважины, как происходит добыча углеводородов. Также у них после третьего курса идет посещение месторождений уже не под руководством професско-преподавательского состава, а отдельно они выезжают на различные организации по добыче нефтегаза и уже работают там самостоятельно. Хорошо, большое спасибо. Продолжаем. Следующий вопрос. Подскажите, какие направления вашего института более востребованы на рынке труда? На мой взгляд, каждая специальность на самом деле востребована на рынке труда. Здесь уже личный запрос. Дело в том, что геология – это наука, связанная с территорией и с местностью. Здесь возможность для каждого. Может быть, кто-то любит очень путешествовать, хочет жить где-то на севере, на Сахалине или наоборот в каких-то теплых, жарких странах. То есть здесь, если говорить о возможностях территориальной вашей работы, вы не ограничены в любом выбранном вами профиле. Или же наоборот, вы человек такой домашний, домосед, то то же самое по любому выбранному вами профилю, любой специальности вы сможете работать. Везде есть организации, которые связаны с геофизикой, с инженерной геологией, с геологией, с разработкой. И если разработка местных месторождений, то, конечно, нужно быть ближе к тем регионам, где у нас конкретно добываются углеводороды. Востребованным специалистом вы будете в любом случае, если получите образование и сможете как-то проявить себя как студент. Вот хочется добавить, да, здесь уже в продолжение моей мысли, у нас бывают ярмарки вакансий, куда приезжают специалисты различных организаций, известных. И Роснефть приезжает, Лукойл приезжает, и наши местные организации, которые как раз направлены на то, чтобы создать этот контакт со студентами и сказать, показать им, что вы нужны и вы востребованы. Они обмениваются контактами, заполняют там различные анкеты. После этих ярмарок вакансий студенты едут туда на производственную практику. И многие действительно остаются там работать, потому что их это заинтересовало, уже как-то зацепило, и они смогли себя проявить, что работодателю это тоже было интересно. То есть вы будете востребованы в любом случае, в любой специальности. Главное, чтобы она была вам по душе, и те знания, которые вы получаете в процессе обучения, вы могли в дальнейшем развивать и применять в своей профессии. Ну и сюда можно давать слова Данису Карловичу. Главное, будьте счастливыми людьми. Мы уже научили ведущего универтв. Главное, быть счастливым. Продолжим по вопросам. Какие возможности есть для тех, кто хочет заниматься наукой? Можно я? Да, конечно. Те, кто поступил по профилю разработки месторождения углеводородов, у нас студенты активно привлекаются к научно-исследовательской деятельности в рамках лаборатории мирового уровня. Проводится исследование по методам увеличения нефтеотдачи. Также студенты участвуют в научных форумах, которые проводятся и Роснефтью, и Татнефтью, крупными организациями. Также у них есть контакты с будущими работодателями. Они оставляют свои контакты, проходят у них практику. И в целом участвуют в полноценных научно-исследовательских работах. То есть они получают уникальный опыт и приобретают компетенции по работе именно в лабораториях и научно-исследовательских. Хорошо. Анатольевна Анатольевна, есть что добавить? Хочу сказать, что вообще в Институте геологии, помимо учебного процесса, ведется очень большая научная деятельность. И она очень широко и разнонаправлена. У нас много кафедр, их больше 10. Не все кафедры выпускающие, не все отражено в профилях, которые мы показываем. Есть и кафедры минералогии и другие. И каждая кафедра занимается той или иной научной деятельностью и дает учебные предметы, с которыми студенты знакомятся. На самом деле геология – это наука, которая в школе не преподается. И если вы заинтересованы просто словом «гео», «земля», «изучать землю», то на предметах, особенно на первом курсе, вам широко показывается весь спектр возможностей. И каждый преподаватель так или иначе задействован в научной деятельности. То есть если у вас зацепил какой-то предмет, какая-то область этого научного знания, все карты в руки, есть огромное количество лабораторий и минералогии, и петрофизики, и разработки, и геофизических исследований скважин, и полевых исследований, то здесь можете проявить себя. Опять же таки, как вам нравится. Хотите поехать в поле на реальный объект, пожалуйста, такая возможность есть. Если вы больше заинтересованы в интерпретации, обработке данных, в лабораторном анализе, то есть лабораторий очень много, и они действительно высокого уровня. Ну и еще хотелось бы добавить, что для абитуриентов это тоже, скажем так, достаточно интересно бывает. Это мало того, что вы активно будете прямо начиная с первого курса участвовать в научно-исследовательских работах, вы, естественно, их сможете презентовать, и это отдельная вещь, которая тоже очень интересует большинство студентов, занимающихся наукой. То есть конференции различного уровня, как на уровне просто межвузовского, так и на уровне международных, они проходят постоянно, и, ну опять-таки, на опыте работы с студентами, вот сейчас учащимися, и, я думаю, так же и поступающими в будущем, они постоянно участвуют в различных конференциях. Сейчас, конечно, у нас немножко такой период, когда часто конференции бывают дистанционные, но и очные тоже никто не отменял, и это как дополнительная возможность проявить себя, потому что за конференциями следят в том числе и ваши будущие работодатели, поэтому, как бы, для науки есть в Институте геологии очень много возможностей, и презентовать свои результаты тоже очень большие возможности есть. Что ж, продолжаем. Про учебу поговорили, небольшую паузу сделаем. Вопрос звучит так. Чем занимаются студенты помимо учебы? Есть ли какие-то дополнительные кружки, курсы, секции? В общем, не забываем про студенческую жизнь. Наука — это хорошо, но за 4 года кто-то за 6 попытается везде себя попробовать. Что вот есть? На самом деле различных секций очень много, не только в Институте, но и в университете в целом. В Институте, начнем с этого, и немножко близко к науке, у нас есть студенческие общества, которые занимаются организацией каких-то конференций, которые собираются вместе, проходят различные мероприятия, такие как... Ну вот. Проведение тех же самых, как раз, конференций — это первое. То есть проведение научно-исследовательской работы. Это все-таки тоже в некотором области, конечно, к науке и к учебе, но это только одно из направлений таких внеучебных. Решение геологических кейсов, которые могут проходить как внутри Института, так и между Институтами и различными другими городами. Но это все наука, да? Также у нас есть большое количество спортивных секций в Институте, у нас очень много спортивных объектов, и найти себя можно в любом направлении — футбол, хоккей, баскетбол, гимнастика, плавание, лыжи. То есть здесь спектр очень велик. Если студент не может расстаться со спортом, он может продолжать здесь свою спортивную карьеру тоже. Кроме этого, есть различные культурные кружки танцевального направления, пения, КВН. Проходит у нас студенческая весна, где участвуют все студенты. Мне кажется, любой желающий задействован в этом мероприятии, потому что кто-то художник, кто-то фотограф, кто-то режиссер. Каждый может себя проявить здесь. У нас есть универ ТВ, студенты здесь, себя кто-то проявляет. Независимо от того, какую профессию они получают, у нас у всех есть какие-то личные амбиции, возможно, личные интересы. И в стенах университета в целом можно найти себе применение и раскрыться в этом направлении тоже. Спасибо. Возвращаемся к учебе. Следующий вопрос. Где студенты проходят практику? Это уже в начале эфира мы затронули, что есть такая возможность проходить практику. Вот теперь углубляемся в эту тему и подробно рассказываем нашим амбитуриентам. Можно я начну тогда? Значит, если вы поступаете по направлению разработка месторождений, как я уже говорила ранее, после первого курса у вас будет проходить практика в рамках университета, в рамках института. После второго курса у вас уже будет летняя учебная ознакомительная практика, когда под руководством проферско-продавательского состава вы выезжаете на действующее месторождение. И в течение 10 дней смотрите, как происходит процесс. Во-первых, бурение, первый этап. Дальше у нас идет добыча, перегонка нефти и так далее. То есть от начала до конца вы сможете посмотреть, как, собственно, процесс происходит добычи углеводородов. После третьего курса практика длится 8 недель. Здесь студенты имеют право выбора. Кто-то хочет работать уже в лаборатории, заниматься научной деятельностью. Если он был привлечен ранее, и студентам понравилось, то они остаются работать 8 недель в лаборатории и проходят практику научной следствии. Кто-то же выбирает уезжать на месторождение в конкретную организацию. Как правило, это бывает Роснефть, либо Татнефть. То есть студенты вправе тоже выбирать. Выбирают, соответственно, кто лучше учится, те, как правило, имеют право выбора. Соответственно, они проходят там практику 8 недель. По возвращению набирают необходимый материал. То есть у них уже есть, так сказать, научная работа завершенная. Диплом по-другому, почти готовый. И они его уже успешно защищают. То есть они имеют прикладной опыт работы. Когда они приходят на работу, они понимают, что нужно сделать, как нужно сделать. Они понимают, как устроена организация, кому обращаться. То есть они приходят не только с теоретическими знаниями, но и с практическими. Хорошо. Екатерина Анатольевна Ивановича. Что касается направления геологии, здесь у нас следующим образом в некотором роде пересекается с нефтегазовым делом, конечно же. После первого курса и после второго, в принципе, тоже это так называемая учебная практика. Когда практика проходит под руководством преподавателей института. Что касается именно направления геологии, то это после первого курса это проведение общей геологической практики. Это получение умений, в том числе в области смежной, с некоторой стороны с геологией смежной. Это такое направление, как геодезия. После второго курса студенты всех профилей также знакомятся с геофизикой в первой части своей практики. Это проходит в стенах института. Плюс проходит практика по исторической геологии, стратеграфии. Это у нас по, скажем так, по республике Татарстан. Есть полигоны, на которых проводится также эта практика. И также после второго курса уже начинается получение, скажем так, первичных профессиональных навыков. Здесь уже происходит деление в зависимости от того, какой профиль вы выбрали. То есть некоторые профиля у нас уезжают на Урал, поближе, так скажем, к горам. Изучают непосредственно предгорье. Что касается профиля геофизика, например, то мы здесь проводим, у нас на две части делится эта часть. То есть, во-первых, сейсморазведка. Это основной метод поиска углеводородов на данный момент. И исследование скважин. Скважина – уникальный объект, который надо уметь правильно исследовать. Причем тут можно, так скажем, немножко похвастаться, что у нашего института есть собственная скважина, на которой студенты проходят практику, то есть проводят полноценные спускоподъемные так называемые операции, интерпретируют результаты. И оборудование, которое установлено, у нас оно, во-первых, а современное, что само собой, во-вторых, это именно настоящее оборудование, которое установлено на производственных организациях. То есть уже после второго курса появляются некоторые навыки и умения. После третьего курса у нас здесь аналогичным образом, опять-таки, с нефтегазовым делом происходит практика, то есть это уже производственная практика. Часть студентов уезжают в различные организации. И что за организация, опять-таки, зависит от профиля. То есть если мы говорим именно о профиле геофизика, то тут я могу выделить такие компании, как ТНГ Групп, так называемая, Газпром Нефть. Сейчас вот от нефти также сформировалась собственная геофизическая компания, подразделение, прошу прощения. И там также происходит набор материала, который послужит вам основой для написания будущих выпускных коллекционных работ. И в рамках уже четвертого курса, там понятно, что после четвертого курса мы ни о какой практике не говорим, это уже защита ВКР. Однако в рамках четвертого курса также к разделу практики в некотором роде относятся проведение отдельной научно-исследовательской работы. Каждый студент должен провести научно-исследовательскую работу небольшую. Это не значит, что вы там должны сделать глобальное какое-то открытие. Но это в некотором роде показатель того, что вы действительно освоили те знания и умения, которые были получены в рамках обучения все предыдущие года. То есть вот описание в целом практики такое, но с точки зрения организации, опять-таки любая геологическая, геофизическая организация, то, что у всех на слуху, это там Лукоил, Роснефть, Татнефть, ТНГ Групп, все эти организации берут студентов к себе на практику. Проблем с практикой особых никогда не было. Хорошо. Про бакалавриат мы поговорили. Переходим к следующей ступени. Это магистратура. Небольшой блок вопросов, он же и заключительный как раз-таки. Первый из них звучит так. Для кого нужна магистратура и чему новому научатся магистранты? Магистратура – это возможность, несколько возможностей. Первая возможность – это углубить свои знания, которые вы уже получили в бакалавриате. Если вы хотите стать действительно классным, крутым специалистом именно в той специальности, в которой вы закончили бакалавриат. Здесь магистратура вам такие возможности открывает. Или же вы хотите расширить свой кругозор, стать специалистом, так скажем, и А, и Б. Если вы получили профиль геологии, например, знаете, как все устроено, как устроена земля, как искать полезные ископаемые, хотите расширить свои знания, пожалуйста, в магистратуре можете выбрать какое-то смежное направление, расширяющее ваши знания и профессиональные возможности также. Или же вы закончили бакалавриат для нас, для геологов, наверное, близких специальностей тут, кого мы ждем, кого бы мы хотели видеть в магистратуре. Это физический факультет, математический факультет, химический факультет. То есть это те люди, которые получили базовое образование в совершенно других, но смежных науках. И вы можете найти какие-то для себя прикладные вещи, уже специализацию в магистратуре, применить свои знания и расширить свой, опять же таки, кругозор и свои профессиональные качества на магистрских программах. Вот те люди, которые получили бакалавриат, но совершенно не в геологии. Геология понятна, да, мы действительно здесь сможем стать крутым специалистом, который не только что-то знает и умеет, но может организовать какой-то рабочий процесс, возможно сам руководить каким-то проектом, потому что в магистрской программе все эти моменты предусмотрены. Это и создание проектов, выполнение этих проектов, быть уже немножечко не просто исполнителем, а человеком, который может сделать что-то сам от и до. Ну, если начальное образование немножко далеко от геологии, вводные курсы в магистратуре также имеются, что позволит вам понять, что такое геология, стать к ней ближе. И полученные навыки в бакалавриате уже применить на магистрских программах для всех. Хорошо. И финальный вопрос. Как проходит поступление в магистратуру? Поступление в магистратуру проходит на кафедрах поступающих, именно на тех направлениях, которые вы выбираете, внутренним тестированием, то есть никакие внешние экзамены сдавать не нужно. Нужно подать заявление в институт, что вы хотите, выбрать направление геологии это или нефтегазовое дело и посмотреть на сайте вывешенные тесты прошлых лет, прошлого года, как выглядит вступительный экзамен. Он проходит в форме тестирования для любого направления. Здесь нужно набрать минимальный балл, это 40 баллов из всего теста, для того, чтобы он стал, в принципе, проходным и конкурсным. И внутреннее тестирование. Подготовиться к нему можно, потому что у нас вывешены тесты с прошлыми вопросами. Вот всех ждем. Магистратуру тоже. То есть по сайту и по вашим основным социальным сетям студент не потеряется и быстро все найдет, что ему нужно? Ну, действительно найдет, да. Но хочется отметить, что система подачи заявлений, она у нас также электронная. В любом случае, даже если вы уже обучались в университете у нас в КФУ или вы сторонний студент, но все равно нужно зарегистрироваться и также, как и благовариату, подать заявление. Ну, или же прийти в приемную комиссию. На сайте абитуриенту есть отделение магистратуры, где вывешены все направления подготовки в Институте геологии. И, соответственно, переходя в интересующее вас направление магистрское, вы сможете найти вопросы и паспорт специальности, то, чему мы сможем научиться. Что ж, на этом вопросы у нас подошли к концу. Благодарю вас за ответы. Ну и под конец, по традиции нашей программы, несколько слов пожелания абитуриентам перед вступительными испытаниями. Ранее мы на ЕГЭ всех настраивали, теперь уже на внутренние. Могу, во-первых, пожелать, конечно же, в добрый путь. Мы ждем действительно с распростертыми объятиями всех абитуриентов. Что в направлении бакалавриата, что уже в магистратуру. Да, по вступительным экзаменам, внутренним особенно, если школьники уже бывшие, скажем так, абитуриенты нынешние, они уже прошли этап экзаменов, то в магистратуру при поступлении, наверное, еще есть какой-то нервоз, не нужно этого бояться. На любой кафедре вас ни в коем случае не будут пытаться как-то там жестко проинспектировать. На самом деле основная задача при поступлении это увидеть, что вам действительно интересно, что вам это действительно хочется. Если вы достаточно хорошо подготовились, даже вот по результатам прошлых тестов, то никаких проблем у вас с поступлением к нам в институт не будет. На любое направление, на любой профиль, любой специальности мы вас очень сильно ждем. Валерия Андреевна. Да, хочется еще обратиться также студентам, которые думают поступать в магистратуру и закончили фундаментальные направления. Не нужно бояться, что вот если мы говорим о разработке, то здесь необходимо иметь 4 года направления специализированно обучаться. Нет, разработка включает в себя и знания и химии, и физики. И уже придя в магистратуру к нам, вы как специалиста сможете дорасти до нужного уровня именно в разработке. То есть специалистов, закончив буквы в ряд по фундаментальным направлениям, мы тоже очень ждем. Хорошо. Екатерина Анатольевна, ваши напутствие следующие слова. Хочу пожелать удачи, верить в себя и в свои силы, не сомневаться никогда и ни в чем. Ну и тем более в выборе Института геологии как первой ступени вашей будущей профессии. Что ж, на этой ноте мы подводим итоги нашего эфира. Большое спасибо, что нашли время к нам прийти. То, что ответили на все вопросы, которые нам задавали. Надеемся, еще с вами увидимся. И хорошей приемной кампании мы вам желаем. Спасибо. На этом все. Это был КФУ Лайф для Института геологии и нефтегазовых технологий. Наша программа также продолжает свою работу. Времени остается все меньше и меньше. Так что обязательно подключайтесь к эфирам других институтов. Если есть свои вопросы, есть интересующие вас вопросы, обязательно задавайте. Напоминаю, времени остается совсем немного. На этом все. Всем большое спасибо за внимание. Увидимся и услышимся. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»